всем привет сегодня у нас 9 сентября 2019 года вот показываю супер урожайность такого интересного нового сорта точи сам я его в том году снимал было первое подношение сигнальное мне там на ставили дизлайков видимо потому что этом пару плодов снял и все рассказывал расхвалил но в этом году показываю какой потенциал плодоношения может быть у этого сорта это прививка к дереву дереву получается то есть с тем что все черенки отсюда срезаются из плодоносящей древесины из ростовой дерево нормировалось очень сильно очень сильно его нормировал потому что было все улеплено сейчас покажу плоды имеют хороший вес сейчас будем смотреть вложить на веса их вот показываю каждую веточку на солнце может быть от загаром с у таким вот на солнышке растет у меня в полу тени тут абрикосы большие короче затеняют его солнце ему не попадает в той мере в которой бы наверное ему хотелось вот такая вот красивая диплоидная слива сейчас расскажу за его плюсы и минусы которую я увидел за небольшое время выращивания этого сорта положу их на веса посмотрим какой вес при такой нагрузке такие вот плодяки то есть вес намного меньше чем в том году вот так вот он может себя загружать так сейчас начнем с плюсов из минусов так начнем с плюсов плюсы сорта по моим наблюдениям первое очень урожайный повышенная урожайность этого сорта отличное опыление то есть опылился он очень круто я и не ожидал честно говоря плюс товарность на высоте очень крупный калибр плодов просто замечательный даже при такой как бы сильные нагрузки от можно видеть по большому счету одно вот эту веточку надо было ставить пять плодов а тут оставил я раз два три 4 5 6 7 8 9 10 в два раза меньше поставил бы были пищу крупнее эти плоды на эту пору конечно не имеет он конкурентов по виду по весу по вкусу то есть по товарности конкурентов нет это тоже считаю очень главный плюс плюс поздний сорт уже как бы цена на этот на сорта слив довольно таки высокая я сегодня был на базаре специально посмотрел а то слива по 25 гривен вот такая как стану и подается образно вот такого макара не что за сорта не знаю но на вид такая типа стану и так ну сейчас еще расскажу минусы его минус это сильно рослость то есть тут не видно что сильно растет он не видно пуш и все ветки по срезались но он гонит очень сильно удочки короче сильно росл свой сорт я это отношу конечно к минусам плюс без обработок от червя будет пораженный весь червем этот сорт это безусловно большой минус плюс нужны обработки от грибковых заболеваний в том числе и от гнили не будет обработок будет гнить то есть обязательно обработка свитчем два раза минимум чтобы получить такие товарные плоды ну и плюс полив то есть и рекомендовал бы этот сорт выращивать конечно на сильнорослом подвое то есть на ауче тогда у него калибр будет крупный у меня дерево старая слива от росла это слива привитая на подвой дикой аучи а к этой сливе я уже вот прибабахал ветку то часа на то есть вот так вот такое имеет конечно вид сейчас мы ее сорвем и будем положить на веса попробуем какой вкус я ее всю буду наверное сегодня обрывать положу в подвал ее и уже с подвала будем будем кушать чтоб она не переспевала от руке можно видеть какая товарная то есть на товарность просто чудесно шу персики в руках реально круто сорт реально крутой на зимнюю акулю прививку будут черенки этого сорта не в большом количестве то есть можете ознакомиться в прайсе ссылка под видео в описании будет так сейчас будем рвать и положить на веса уже мягенький кстати запах хороший идет от него слышно такой калибр в руке можно видеть немалый очень ароматный сорт вот три штуки больше не не влазит в руку кто ставит дизлайк именно под этим видео вы мне пожалуйста в комментариях обоснуйте почему потому что мне вот интересно чем связаны дизлайки конкретного под этим сортом все другие мне не интересуют именно под этим просто одно удовольствие рвать а такой крупный замечательный сорт и очень вкусно так ладно сейчас нарву чтоб не затягивать видеосъемку уже буду ложить на веса так специально принес яйцо чтоб сравнить с плодами этой сливы вот видно яйцо видно то часа то есть какой плод не возьми он больше яйца он даже вот такой вот есть у меня один такой длинный вообще как помидор то есть яичко кажется очень маленьким как голубинным по сравнению с этим сортом вот диаметр в руке видно калибр ну реально круто ставьте лайк под этим видео это помогает моему каналу продвигаться вверх и стимулирует меня на показ новых интересных видео большая просьба так будем ложить на веса сейчас 126 грамм 125 наверно по 140 не будет как в том году но урожайность вы видели какая размер грубо говоря у всех 120 до 106 142 даже есть сейчас все на веса положу 145 есть и по 145 крутяк 122 125 120 ну при такой нагрузки вес я скажу вам шикарный довольно таки шикарный если ты очередь про нормировать то были наверно все до 140 так вес увидели сейчас будем разрезать смотреть какой у него мякоти вкус специального . яичко положил чтобы было видно размер размер шикарный так вот это вот захотелось мне это такая форма от сердцевидная то есть у них разная форма есть сердцевидная есть вот такая вот то есть мало ли у кого-то начнет до такого размера быть то есть не пугайтесь это не пересорт так вот этот мягкая сейчас разрежем косточка у нее не отделяется это минус конечно однозначно но этот сорт стоит того чтобы посадить в саду вот такая вот видно сочная ну-ка посмотрим сока да много все выжимать не буду пуш очень вкусный сорт хочется и себе скушать косточка не отделяется вообще от мякоть так такая видно сочная мякоть красивая давайте сейчас попробуем на вкус к на на вкус и в том году пробовал мне очень этот сор понравился по вкусу так вкус сладкий без кислоты может быть шкурочка легенько отдает очень приятный аромат очень похож на сливово-алычевые тона и плюс абрикос отчетливый аромат абрикоса в том году я не понял пушу сильно во рту такой взрыв произошел я не мог разобрать конкретно на что он похож а тут вот конкретно ауча слива и абрикос то есть у такой вкус у нее сорт вкусный сорт сочный шкурка хрустящая достойный отличный товарный сорт то есть но нуждается в обработке от червя и обработки от гнили по-любому без этих обработок конечно получить товарные красивые плоды я думаю не удастся это конкретно по моим наблюдениям за вот эти три года как он у меня показал первый от первых плодов и до сегодняшнего дня кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал будем снимать много новых видео про разные сорта такого плана всем спасибо за внимание всем пока